здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана сегодня мы с вами поговорим о винных бокалах о том какие они бывают как это сказывается на вкусе но немножко разберем эту тему как раз актуальную преддверии новогодних праздников итак начнем немножечко с истории вообще кто первый заметил то что вкусовые качества вина меняется зависимости от посуды это было в середине 18 века в австрии клаус ридель обратил внимание на то что вино из стеклянной посуды она раскрывается лучше она вкуснее но на тот момент пили со всего из чего только можно было с кубках чашек с любовь абсолютно посуды и на тот момент это осталось незамеченным однако в двадцатом веке уже были родственникам этого самого клауса риделя разработаны бокалы практически для всех самых известных сортов вина и известной фирмы ридель на на сегодняшний день продает очень много различных бокалов мы с вами рассмотрим скажем так самые основные типажи какие могут быть и разберем почему почему же все таки форма посуды сказывается на вкусе напитка чем это связано с тем что у вкусовые рецепторы на нашем языке они расположены не одинаково так если по вот это представить что язык кончик отвечает за сладкое боковые стороны закисло корень языка больше воспринимаем горькой и зависимости от того как вино попадает в ротовую полость мы ощущаем сначала либо в один вкус либо другой то есть это действительно так и многие бокалы особенно вот очень такие специализированные конструируются на том что надо например нам чтобы отпить запрокидывать голову либо не надо с точки зрения химии в зависимости от бокала различается площадь соприкосновения вина с кислородом запахи тоже по-разному распространяются по стенкам и от этого меняются наши ощущения ну теперь приступим к самим бокалом два основных типа это пока в бордо бокал бордо был разработан для вин типа каберне но на самом деле этот бокал подходит для большинства вин представляет собой форму тюльпана слегка сужающийся к верху бывает различных размеров но классический бокал для красного вина где-то от 700 миллилитров и выше честно говоря я предпочитаю большие бокалы и еще сделаю маленькое лирическое отступление которое мне надо было сказать вначале то есть я сама действительно заметила разницу от того из какой посуды пьешь разницу на вкус именно но заметила его только тогда когда это стала делать свое натуральное вино то есть если это какое-то такое совсем бюджетное вино из концентрата то наверное эта разница будет и неразличима как раз так я считаю что для домашних вин для наших домашних вин в которые мы не добавляем абсолютно ничего натуральный продукт хорошая посуда позволит этим винам раскрываться более полно и так но еще чуть подробнее про бордо на чем как бы основана вообще как я сказала то есть этот бокал он довольно универсальный по можно использовать практически для всех типов фин но изначально он создавался для вин более тонинных и более крепких дело в том что большое вот это вот расстояние а ну как раз таки позволяет а пока эти тонин ароматы поднимутся пока спирт этот поднимется то есть это не бьет сразу нос более удобно как я сказала мне где-то от 700 миллилитров ну бывает и 800 и больше и второго их тоже очень распространенный тип бокала это бокал бургундия бокал бургундия ну это всегда форма шара вот этого донышка она может быть более плоская менее плоская ну как правило это шар кверху сужается этот бокал предназначен для более тонких и более легкие для вин с высокой кислотностью тоже благодаря своей форме как бы все это лучше раскрывается все лучшие качества вина если какие-то недостатки то они могут быть скрытой по объему стандартно где-то 700 750 миллилитров вот этим не по моему 680 могут быть до литра вот это вот большая площадь этого бокала то за счет того что он такой широкий позволяет лучше раскрываться фенольным соединением и давать аромат как я уже сказала да я предпочитаю большие бокалы и вам показала что практическую бутылку можно не вместить но не в один бокал никогда не наливают бутылку то есть такого типа бокал вот я сейчас красное налила наливает ну где-то данное что не больше чем на треть но на самом деле скажем так производители они сами нам немножко подсказывают то есть вино должно быть налито до того момента как бокал вот начнет его самое широкое место смотрите что в этом что в этом то него есть какое-то широкое место здесь она приблизительно вот так здесь она приблизительно вот так ну приблизительно вот так вот мы эти бокалы заполняем то есть не больше чем на треть и в принципе то до момента этого расширения что касается белых вин для них есть такие же типовые типы бокалов только они чуть меньше в среднем где-то 300 400 миллилитров хотя тоже данные бывают разные и например бокал вот по типу бургундия только меньше 300 400 миллилитров его часто используют для такого сорта как шардоне для белых вин вот этот вот тип бордо он может быть если здесь больше сужения то может быть более прямой ну как я уже сказала меньше по размеру однако например я себе выбрала для белых вин вот такой бокал в принципе ну вот по высоте он даже чуть выше ну более зауженный то есть это тоже попадает под типажи белых и розовых вин можно еще его отнести к сожалению производители на самом деле но если мы не будем брать там очень-очень дорогих а более-менее нормальных хотя вот это вилмакс английская фирма у нее такая достойная то есть они редко пишут для каких вин это предназначено не просто делают бокалы и кстати то же самое и интернет магазины например просто магазин они очень редко указывают на это я выбрала себе вот такой вот для белого вина и в принципе он точно также подойдет для розового то есть задача бокала для белого вина чтобы максимально сохранить его прохладу потому что мы помним что белое вино мы пьем более прохладным чем красный ну и вот и очень мне нравится по форме при том что он также подойдет очень хорошо и для розовых вин то есть здесь объем по моему пятьсот десять миллилитров как я говорила что это в среднем четыре станут ему получилось что 510 я считаю что вполне хорошо для белого для розового подойдет и еще один бокал остался на заметку это бокал гранд крю вообще криво это типажи французских вин чем там больше крюте классно супер пупер и вот бокалы гранд крю они как раз таки предназначены для супер пупер величайших вин но считается что в классике то есть у гранд крю есть два кубы параметра это вот такая вот форма да то есть с одной стороны мы наблюдаем почти тот же классический тюльпан а дальше идет расширение небольшое и гранд крю имеют очень большие объемы до литра и даже более тысячи пятьдесят тысячи сто миллилитров у того же риделя у того же велра и бог достаточно часто встречаем объемную вот такая форма эти поменьше эти порядка по моему около 600 миллилитров то есть они немножко поменьше хотя в принципе это тоже допустимым то есть ну как говорят да может вместиться бутылка ну почти в бутылка вместится только понятно что никто не наливает и надо сказать что даже в этих бокалах если очень хорошо посмотреть здесь донышки такие плоские а там можно заметить такую небольшую выемочку он хорошие дорогие выдержанные теоретически могут содержать осадок и по идее вот эта небольшая вымочка она может быть и для осадка у меня здесь видите красненькая налито правда еще молодого кстати вот вот сейчас будет хорошо видно я приближу камень видите вот вот то о чем я говорила небольшая здесь небольшое такое углубление ну конечно тоже наливаем приблизительно на 3 до широкой части не знаю как эти все бокалы повлияют на вкус вина я еще все не опробовала аромат уже тут такой витает что становится весело и приятно еще я встречала вот эту же форму гранд крю скажем так в меньших размерах для розовых и в общем-то я сюда и поместила то есть некоторые производители они тоже делают такую форму именно для розовых и им только она будет понятно да что если классический гранд крю мы помним приближается к литру то для розового это там триста пятьдесят четыреста миллилитров ну это основные типажи хотя повторю что для всех основных сортов финана на сегодняшний день бокалы были разработаны есть определенные принципы но тоже информации много полагаться вот что вам надо только вот такие бокалы либо только такие наверное не стоит и я думаю что в принципе дома достаточно иметь любого объема лучше побольше таких два типажа и уже из них пробовать ваше вино и смотреть в какой как бы из какой емкости вам будет вкуснее потому что что-то может более сладкий больше раскрывать сладкое что-то может раскрывать силу больше этому гармонию сахар кислота либо маскировать кислоту но мы все равно все люди все воспринимаем по-разному да и кому-то хочется более сладкое кому-то хочется наоборот там чуть с кислинкой поэтому ориентироваться следует в первую очередь на ваши личные вкусы и предпочтение то есть вот классическое 1 2 этого будет вполне достаточно и ну если захотеть можно завести там объемчик чуть побольше чуть поменьше например там для красного для белого и уже дальше смотреть надо вам что-то еще или нет и выбирать самому из чего вам будет вкуснее и приятнее пить ваше вино как я сказала я предпочитаю крупные сосуды потому что в них домашнее вино она лучше раскрывает всю свою ароматику и получается действительно вкусно и приятно употреблять такой напиток ну на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет каталог наших сортов винограда и мои контакты ну конечно до новых встреч пока